ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Две сильнейшие команды региона столкнутся за право узнать, кто же останется, а кто отправится глотать пыль. Чья кара быстрее? Вега-сквадрон и М19. Пожалуй, за последние полгода эта битва стала самой принципиальной, потому что именно Вега два раза уже подряд пытаются свергнуть команду, тогда еще Альбус Нокстуна, теперь М19 с трона абсолютных гегемонов СНГ-сцены. Потому что очень близко все было летом в континентальной лиге, буквально не хватило им совсем чуть-чуть, чтобы дожать и выиграть решающей партии. Тот матч был очень близкий, и я думаю, тогда это была первая игра, когда почувствовали ли какие-то компании, что у них, что они тоже кровоточат. Что им дышат в спину уже. Да. И у них бывают слабые какие-то точки. Интересный факт, что в регулярном сезоне Вега-сквадрон еще ни разу не выигрывала М19. На гранд-финале как раз-таки на ВТБ-арене они проиграли 2-3, на LCL Open Cup они проиграли 1-2. Но самое, что важно, у нас сейчас будет БО-1, не БО-5 и не БО-3. И Вега-сквадрон всегда выигрывала свои первые игры. При всем при этом сейчас первый сезон, когда фаворит не М19, а Вега, потому что у них старт более уверенный. И раньше Вега стартовала не уверенно, а как раз-таки АНХ играли... Потом раскачивалась, да. По крайней мере, игры свои она выигрывала. А сейчас, наоборот, Вега и Асквадрон играют настолько сильно, настолько уверенно, а М19 пока не выглядит тем самым фаворитом и той командой, которая и на чемпионате мира заняла ТОП-8 и прошлые два сезона континентальной лиги выиграла. Но Вега уже, кстати, оступились на прошлой неделе, и мы увидели их слабости. И М19, учитывая тот факт, что они проиграли 2 игры, у них было больше времени и возможностей увидеть свои ошибки, решить их, и уже к матчу как раз-таки против Веги пойти более подготовленными. А у Веги одна игра проиграли, и как бы неделю для того, чтобы решить все проблемы, маловато, мне кажется. Но если сравнивать, как Вега проиграла Нави, это несопоставимо тому, как М19 проиграли. Это, конечно, да, но все же. Друзья, составом команд команда Вега-Сквадрон, пока идущая уже на второй строчке, потому что Ветус Про вырвались вперед. На верхней линии Нон Холли, в лесу Занзарах, игрок средней линии Дробовик 1-2-3, стрелок Лекс и игрок поддержки Эдвард. Это команда, которая провела очень спокойный межсезон, и теперь пытается также спокойно выдавить всех остальных и занять первую строчку в континентальной лиге. И, наверное, самым главным звеном в команде Вега будет как раз-таки Дробовик, потому что пока что по всем показателям Дробовик лидирует в отношении Киры, потому что и золота он получает хоть и меньше, но наносит намного больше урона, нежели Кира, и, в принципе, он полезен для своей команды, потому что игры у М19 длились дольше, соответственно, Кире было больше возможностей нанести урон. А у Веги игры были несколько очень стомповых, и одна вот длинная довольно-таки была, которую они проиграли против Нави. Но, тем не менее, Дробовик все еще впереди по всем показателям. При этом сегодня оппонент у них очень серьезный. М19 явно пытаются наладить свою игру и уже вернуться на привычные обороты. Верхняя линия Смурф, игрок средней линии Стежос, игрок средней линии, вернее, Лестник, которая играет средней линии, конечно же, Кира, их новый стрелок Винсент Вега и потрясающий игрок ранга претендента на Корея, с шелковистыми волосами, да? Да. Ну и тренеры команды, конечно же, у команды Вега, это их бывший психолог Кайос, а у команды М19 Дейруин. Он уже играл с командой Вега не так давно в плей-оффах, в полуфинале. Но против. Против команды Вега, да, с командой Нави. И там все для него закончилось очень причально и прискорбно. Забавный момент, что Ликрид в своей команде наносит урона больше, чем Винсент Вега. На 50 в минуту. Интересно, кстати, да. Но там на Варусе все время Винсент и Саня. Егор не раскачался. Варус полк сейчас замажет нам. Ван команде Immortals показал, что урон на Варусе можно выдавать очень хороший, особенно на Паук-версии с смертоносностью в билде. Это если твоя команда делает все правильно. То есть команда виновата. Типичный стрелок. Бульбазавр, друзья. У нас есть специальный материал касаемо этого матча, потому что принятие решения в Лиге Легенд это фундаментальная часть высокого уровня. Идти за своим лидером или слушать каждого в команде, это выбор каждой команды. Именно поэтому об этом аспекте и его значении наш материал, друзья. В Саня существует два основных способа взаимодействия внутри команды. Это коллегиальное принятие решений и следование за лидером. Я не верю в демократию. Я вообще не верю в нее как систему. И особенно в спортивных дисциплинах. Потому что у вас достаточно мало количества времени на реакцию. В том числе и на внутрикомандные проблемы. У вас есть буквально одна-две недели, чтобы залатать текущие дыры, которые вы уже не успеваете исправить. Если вы действуете по совместному решению, вы просто даже не успеете его выработать за такое промежутное время. Поэтому у вас всегда должен быть человек, который обладает окончательным правом решения. Я считаю, что команды, в которых есть ярко выраженный лидер, сильнее, нежели команды, где решения принимаются демократическим путем. Я считаю, это не только в киберспорте. Это вообще везде так сложилось. В природе, в социуме человека. Общество с лидером, оно какое-то более сплоченное, нежели общество, где каждый голос равен и тому подобное. Я за то, чтобы был лидер. И чтобы у каждой команды была возможность найти себе человека, который станет ведущим. В команде, на самом деле, на данный момент нет ярко выраженного лидера. И у нас все происходит. Все решения мы принимаем по результатам общения. Как мне кажется, в СНГ пока что есть три ярко выраженных лидера. Это Эдвард, Стажер и, конечно же, Даймонд Прокос. В начале, когда этот к нам только что пришел, Эдвард являлся единоличным лидером у нас в команде. Все понимали, какой у него опыт за спиной. И все ему доверяли беспрекословно. То есть он был и лидером в жизни на буткейнте у нас, и лидером в игре. Сейчас уже, наверное, он стал лидером, потому что просто никто другой не желает брать эту ответственность на себя. И понимают, насколько это тяжело, и просто помогают Эдварду. У нас есть лидер вне игры, у нас есть лидер во время игры. Вне игры таким лидером выступает наш тренер Сейша, а во время самой игры ведет нас за собой, конечно же, наш капитан Саджестер. В нашей команде нет выделяющегося лидера, но мы все стараемся брать на себя по части, скажем так, обязанности. У меня есть такие лидерские наклонности, но они у меня не перерастают в полноправное такое, я не знаю, капитанство, лидерство. Я могу брать на себя некоторые обязанности, но на постоянной основе я этого не пробовал. Лидеры появляются тогда, когда команда проходит через многие испытания, через руганьи, разборы и тому подобное. И я думаю, лидером все-таки становится тот человек, кто, прежде всего, лучше всех работает над собой, кто умеет видеть то, что не видят другие, и тот, кто готов принимать на себя ответственность. Лидерство или демократия? Друзья, какая система нравится вам больше, Бурбазавр? Я считаю то, что лидерство всегда будет лучше, потому что когда один человек принимает решение, всегда можно легко осознать свою ошибку и ее исправить. Если же вы коллективно принимаете решение, это, во-первых, слишком долго, во-вторых, вы уже после игры, допустим, вы приняли какое-то решение, и вы потом не понимаете, кто сделал фейл, кто неправильно что-то, скажем так, сказал, и в итоге все плохо. Я тоже ставлю на лидерство. Определенно должен быть тот человек, на которого потом можно скинуть всех собак. Ты виноват. Поэтому и ты, и я сроклодоте. Этим болты выявите с человеком. Друзья, предсказание к этому матчу El Clásico. Тяжело, я понимаю. Мне вообще не тяжело. Vega Squadron, они провели прошлые две недели настолько уверенно, несмотря на то, что даже они проиграли Na'Vi, которые тоже играли замечательно. Я думаю, что Vega Squadron выиграет не без особых проблем, но они уверенно в эту игру выиграют. Боль базар. Мне как-то страшно то, что я сегодня угадывал противовес вам. И сейчас зачем поставил на VEGу. И ты, наверное, тоже на VEGу хочешь поставить. Я думаю, может, на M19 поставить, но все-таки... Сердцем. Сердцем на M19, а головой на VEGу. Vega Squadron. Друзья, сегодня у нас Акулья Трио. У аналитики, потому что я тоже на VEGу Squadron. Считаю, что эта команда пока играет стабильнее, надежнее и четче, чем их оппоненты сегодня. Ну, самое время отправиться на дикое СНГ к матчу El Clásico. Vega M19. Друзья, коллеги, вам слово. Ну что ж, 4-11 суммарный счет в истории в матче M19 против Vega за все время. И это отличное решение всем втроем поставить на Акул. Ведь M19 никогда не играли странно, неровно, неловко. Видно, что Глоры запрыгнули на новый хайп-трейн, спрыгнули со старого. Это легко сделать, но намного сложнее как-то раз запрыгнуть на один поезд. И даже когда в нем колеса рушатся, даже когда в нем Катарина из последнего вагона выпрыгивает, продолжать оставаться ехать на этом поезде. И если у них три у Акул, то у нас усадьбинская двора. У нас M38, друзья, здесь, потому что мы оба с Юрием ставим на M43. M43. Это что такое? Это 19 плюс 19 плюс 5. Окей. Но посмотрим. Я думаю, что победят действительно... Хотя был еще вариант ответа — это число. И буквы. Да. M19, посмотрим, оправились ли от первых непростых недель. Не могли нормально тренироваться, там сыгрывались, новый стрелок, все дела. Это все отмазы, это все оправдания. Никого они не волнуют. У них сложнейшая неделя, они играют против двух команд, которые ведут в лиге сейчас. Одна команда со счетом 3-1, вторая команда уже со счетом 4-1. Две команды, которые, очевидно, твердо вознамерились занять зону плей-офф в этом сезоне. Учитывая форму гамбитов, учитывая то, что все остальные команды играют нестабильно, выглядит так, что и Вега, и ВП туда могут попасть. Драфт, драфт, господа, поехали, начинается. Лебланка сразу уходит в бан на красной стороне, а Джейс уходит на синей стороне, как и Барт. Джейс, Барт, Веги. Интересно, что еще они в бан решат отправить, потому что М19 пока что делают все по стандарту. ЛБ, Рингар, Камилла. Или решили все-таки, решили попридумывать. Я думаю, Борис не должен позволить, тренер команды М19. Лишь единственный вопрос в том, в каком порядке банит. Борис же борец. Верно. Боролся долгое время в континентальной лиге и только лишь после... Ну, в континентальной не очень долго. В континентальной не долго, да. Шен последний бан, два бана с Мурфа. Интересно, что будет на первый пик тогда для Веги. Неужели это будет Камилла? В третьем бане от М19. О, Иверн. А вот он вышел, парень, из леса. Это интересно, потому что есть ощущение, что некоторые команды действительно начинают считать, что Иверн может быть сильнее, чем Камилла и, может быть, чем Лебланка. Но Казикса Вега хочет разменять на Камиллу, если М19 хотят ее взять. Ну, может быть, Смурф-то и хочет ее взять. Не уверен насчет стажера, однако Смурф может позволить. Смурф играл на Камилле. То есть многие могут подумать, что Смурф вообще на ней не играет. Он танко-игрок и так далее. Он играл в своих ранговых играх на Камилле. То есть у него она готова. Есть Варус, как вариант. Ну и, конечно же, ну, надо забирать, потому что отдавать и Казикса, и Камиллу, наверное, будет странно. Мальзахар? Мальзахар. Но, видимо, отдают. Что ж, интересно. Отдают? А вот захотят ли Вега ее брать? Вот в чем вопрос. Что же не 100%? Но Вега на прошлой неделе, если ты помнишь, они против Гамбитов так с Камиллой тянули, 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 взяли, выкатили и выиграли. Поэтому Мисс Фортуна. Не, ну тут были Гамбиты. А это теперь М19. Мисс Фортуна, Зайра, сразу бот показывают. Вторая Мисс Фортуна на позицию стрелка идет для Веги. Что-то у нас есть, видимо. А, Поппи у нас еще есть. Вот почему. Смотри, если сейчас какая-то из команд забирает Камиллу, очевидно, сразу же в ответ идет Поппи и теряется часть этого потенциала, скажем так. А если сейчас М19 забирают Камиллу и сами банят Поппи, тогда у них остается... Около Камилла какой-то у нас очень большой хайп возник. Грейвс. И пока он, ну, не совсем оправдан, скажем так. Ну, ты знаешь, логично, что если у тебя чемпион уходит в 80, там, ладно, в 95% игр в бан, то логично, что он не натренирован ни у кого. Справедливо, в турнирных играх. Но, возможно, он натренирован в одиночных играх, например. И, ну, как бы... А Грингар. Не, просто... А зачем тогда его банить, если он ни у кого не натренирован? Чтобы его никто не натренировал? Потому что, нет, потому что есть очень много других задач, где пытаются и команды, и тренера проявить свою уникальность. А на задачах уровня «давайте-ка, там, оттренируем Камилу» не всегда решают команды все-таки фокусироваться. Кассиопея, Корки... Не, не к тому, что давайте оттреним Камилу. Я про то, что все-таки в каком-то проценте игры она же уходит в бан. И, следовательно, на это есть свои резоны и причины, но... М19... Да, потому что команда не умеет играть за Камилу, не умеет играть против Камилы. И она ее отправляет в бан. Да. М19 не хотят играть против Верна. Это их выбор. Грингард так же... И Камила все-таки уходит в бан во второй базе с Кассиопеей вместе. Но... И что, Вега, последний бан у нас будет. Мы, конечно, мы с Юрием теперь сидим неподалеку от позиции одной из команд. И я вот слышу сейчас все, что говорит Эдвард. И это очень, безусловно, интересно, потому что ход мысли игроков во время драфта, во время самой игры, это, наверное, один из самых таких... Ух ты! Какая бабочка у тренера команды Вега. Ух ты! С акулой. С акулой. Прекрасная бабочка. Супер бабочка. Итак, Вега пропускает... Внешний вид обманчив, Михаил. И то, что сегодня было в Кузенице, и завтра может стать бабочкой Юрия. И то, что сегодня похоже на выпускникова школы, завтра может стать... Чем? Сильнейшим тренером. Для Киры. И... Что же возьмет Вега Сквадрон? Что же возьмет... Ну, бан, бан как-то не удался у Веги, последний. Но, видимо, он и не нужен. Видимо, не нужен. Такой вариант тоже... Они, может быть, не хотели банить того самого Райза и хотели отдать его Кире. А у Смурфа остается и Маукай, и Поппи, и Рамбл, и Шен. Слишком много чемпионов, чтобы по топу... А, Шен в бане, прошу прощения, да? Маукай, Поппи, Рамбл. Множество всяких других опций. Наутилус, на котором он неудачную игру провел уже одну. И... Так... Последний пик остается Фиора. Фиора. Ну, Нанхоли, да, вот это классика. Фиора, Нанхоли против чего-нибудь на Смурфе. То есть, наоборот. Ганг Планка, например. Вот это вообще будет супер-классика, потому что... Ну, а нет. Флэшбэк в год назад. Ну, Ганг Планк трудно стоит. Ганг Планк трудно очень стоит, но, например, Зак, который пристально... Вместе с Джином ведет бесконтактный бой. Цитата АТР, 25 раз за день сказал. Поппи для Смурфа в итоге берется. Да, но все-таки Ганг Планк сюда не очень подходил. Джина же нет. Варус есть. Ну, а Поппи стоять комфортнее против Фиоры гораздо. Да, вообще можно здорово. Можно и сбивать и прыжки, можно... И пугать ее, и не умирать один на один. Никогда вообще. И разыгрывать на Гангах. Там опций получается супермного. Драфты отличные. Обе команды получили, скорее всего, то, что хотели. Наставление тренера дают последнее своим игрокам. Потому что 23 секунды у них осталось для того, чтобы поменять что-либо в их голове. И Лекс все-таки будет играть на МФке. Ну, а М19 продолжает своего стрелка садить на Варуса. Варус метво-чемпион. Сейчас многим периодизируется. Особенно учитывая, что Мальзахар сегодня не Кира, а все-таки Ликвид. Ну, кстати, Райз Киры начинал много он на нем играть уже, как только его переделали. Играл на опенкапе, играет сейчас. Продолжает активно этого чемпиона использовать. Ну и как раз Юрий, который тоже очень много игр в межсезонье за Райза сыграл, посмотрим, как себя проявит. Поднерфили его, конечно, нужно теперь штормовой налет брать. Обязательно. Потому что мужество Колосса упито напрочь. Просто оно уничтожено на линии в частности. В первую очередь на линии. Кстати, а ты видел Горайзов, которые играют через приказ Повелителя Грома? Это насколько вообще опция? Я видел, но я не знаю, насколько это опция. Я не тестил сам. Мейнстримщик, да? То есть увидел, сразу понравилось и понеслась в Колоссы. Нет. Я штормовой налет брал и Колосса пополам. Наверное, Колосса даже чуть больше. Но на пробилце просто можно найти много штормового налета. Много Колосса можно было найти. И никогда приказа Повелителя Грома. Исходя из чего, профессиональным игрокам с разных сцен, с разных регионов доверять достаточно просто. Но при этом, знаешь, это такое дело. Когда-то, я помню, был период, когда штормовой налет не брали вообще ни на ком. На Ниве всегда брали. Ну нет. Был период, когда все-таки даже на ней играли с приказом Повелителя Грома. И потом только вот первые игры появились, когда это начало происходить. Однако, это, друзья, Эль Классико. М19 против Вегас Квадрон. Начинаем матч, который может быть повторением предыдущих двух финалов. Ну и, конечно же, возможно, есть даже вероятность, что и в этом году один такой финал весной, летом ли или где-то еще состоится в СНГ. Юрий, ты на М19 ставишь? Даже глядя на драфт? Конечно. Я даже не глядя на драфт на них ставлю. Ну, знаешь, я вот хотел на Роксов сегодня в матче против Гамбитов поставить. Потом хотел, увидев Юрика, поставить опять на Гамбитов. А потом увидел такого Юрика от Чарджера и решил, что, наверное, все-таки надо поставить на Роксов и ошибся. Поэтому на кого не ставь, все равно монетка. И я свою монетку ставлю на М19. С командой вообще монетки в этом сезоне полюбили очень. Отдают налево-направо баронов, драконов, разного рода объекты. А на боте... А нас заботятся. У-у-у, Юра, ты посмотри, это Мисс Фортуна с Кольцом Дорана. Вот это поворот. Довольно-таки неплохо закупается Лекс. Покать будет с Ешки. Приказ Поведения Грома, интересно, есть или нет? Вообще, Прикосновение Смерти мы вроде обсуждали сегодня сейчас. На Мисс Фортуне играют Стрелки. С Доран Кольцом? Не знаю насчет Доран Кольца, если честно. Это сюрприз, безусловно. Я думал, он так сильно удивился, что Кира линию заброшил. О-о-о! Как быстро умирают миньоны. Нет, этому я уже не удивляюсь, как и тому, что Кира в старые времена... Он всегда пытается противника поддавить в начале. И если он видит, он готов там на Владимире с руки затыкивать и на левел 2 тебя улынить. Потому что Кира такой игрок, который не смотрит на то, как работают правила игры, а смотрит на то, как играет его противник в первую очередь. И насколько он ему позволяет. Ариана у нас очень частый пик. Ой, стажер Занзару сейчас выгоняет с реки. Занзара. Ну и Занзар пострадал. Мало у него здоровье очень. Винсент также получает касты от соперников. Чуть-чуть проседает по ХП. Кстати говоря, с одной стороны... О, стажер заходит на бодзе. 7-19 хотят продолжить. Это сейчас будут заглядания призывателя изнурения по Лексу. Лекс тратит свой скачок. Удивительно. Насколько Вега сейчас неосторожно сыграли. Насколько сейчас М-19 задавили Вегу в самом начале. Учитывая, что Занзар нашел стажер. Занзар продуэлил его. Недавно, кстати, Грэвис и Бульба обсуждали... Грэвис и Бульба? Зак и Бульба обсуждали Грэвиса и Казикса. Их дуэли. Говорили, что Грэвис... Кто-то из них говорил, что Грэвис дуэлит хорошо. А кто-то из них говорил, что ничего он не делает. И удивительно сейчас как раз, что именно такой дуэт лесников, играющих друг против друга, показал нам первую дуэль в пользу Грэвиса, который впоследствии зашел на нижнюю линию. И смог себя прекрасно проявить на ганге, выбив скачок из Лекса, даже несмотря на потраченное изволение от Игрита. Мне кажется... Ой, Кира промахивается между ними. Ну, бывает такое, да. У него уже слеза была в голове. Он уже думал, да, о том, как он ее покупает сейчас. Смур сбивает здесь прыжок Фиоры. Стоит вполне уверенно. Немножко по фарму отстает. Самая буквально малость. На боте при этом Лекс и Эдвард чувствуют себя тоже очень комфортно. Подвязывают Винсента. Как больно Винсенту, как больно. Ну, а Ликрит идет и чуму бросает на МФ. Ну, такая легенькая чума. Ну, а что здесь ему поделать еще? Ничего. Да, изнурения нет. Вообще, так вот, мы начали говорить о том, что Ликрит предпочитает саппортов, которыми на шестом уровне можно гарантированно разыграть. И, с одной стороны, это плюс, потому что ты всегда знаешь, что твой бот может выиграть, потому что он не будет стоять и ждать, и терять время. А, с другой стороны, противник тоже почти всегда это знает. И знает то, что Ликрит на шестом сдаст флэш и попробует по тебе сыграть. Сейчас Винсент тут опять получает. Ну, Эдвард прекрасно зонит оппонентов, много здоровья. Тратит Винсент на попытку трейды свои наладить. Так, смотри, Казик заходит на топ. Очень интересный ракурс, с которого заходит сейчас Занзара. В Смурфа могли бы быть проблемы, но у него все еще есть скачок, и он выходит. Ну, у него могли бы быть проблемы, но в итоге оказалось то, что нету скачка, выбили из Смурфа. Смурфу нужно быть осторожным, особенно учитывая то, что когда топпер делает телепорт обратно, на него могут зайти чейнгангом, и тогда уже он может быть критически опасен. И ни в коем случае нельзя Фиори отдавать убийств раньше времени, потому что она их потом себе все равно заберет, если захочет, подходит. Стажер помогает своему топперу безопасно запушить линию на случай, если Казикс решит вернуться, потому что обзор у Смурфа сейчас достаточно слабый, но и Смурф возвращается на базу. Стажер проконтролировал, чтобы Фиори зафридить не смогла, и все прекрасно для топпера М19. Стажер проконтролировал на реке, чем заставил Жука ретироваться. И тем временем у тропе Кафе является 6 уровень. У Юрия сегодня прекрасное настроение, у меня тоже. И матч пока что идет очень спокойно. А вот у игроков настроение серьезное, ведь матч настолько показателен в плане того, что если Вега обыграет М19, она будет супер уверена, списывая свое поражение на ошибки, с которыми она может работать. А вот если М19 выиграет матч, тогда она, тогда Вега не будет так уверена и будет понимать, что работы еще много, что действительно грандов списывать со счетов нельзя, а М19 смогут реабилитироваться в моральном настрое после обидного поражения от Роксов. Здесь дело в том, что для М19 матч намного сложнее, потому что М19 свои игры против ROX JUST сыграли, сыграли уже и против Гамби, то есть против команд, которые находятся в нижней части турнирной таблицы. Из них они две игры проиграли. На боте Ликрид играет со скачка, идет подвязка от Эдварда, прекрасная абсолютно. Лекс выходит и тратит только исцеление, потому что скачка-то у него не было. Стажер. Стажер против Занзе, это не твоя битва. Шишку использует и выходит. Занзе его видит. При этом... Это была не битва Грейвиса, Ликрид странно очень сыграл, у него не было шестого уровня. Кира, еле живой остается, если бы сейчас шаром дробовик попал, Кира бы погиб. И Кира опять. На линии отходит на базу, потому что дробовик его переигрывает. И пока линии идут увереннее, все-таки у Веги Занза прыгает здесь, не успевает. Он хотел Киру добить, но Кира успел вернуться на базу. 62 на 49 на миде, 56 на 48 на боте, в лесу 30 на 24, и Вега, правда, всего впереди на 400 сейчас. То есть не так-то и много, хотя ни одного убийства сделано не было. Но на боте у Винсента половина здоровья, и он не может пойти к рипам. Шестой уровень тоже не разыграть, потому что Ликрид поспешил, решил сыграть на пятом. И, как говорится, поспешишь, не сделаешь кил. Видите, эту книгу надо адаптированных поговорок для Лиги Легенд выпускать. Сколько волка не корми, столько волка не корми. И так страшен черт. А вот так страшен черт. А стажеру очень сложно себя на карте найти. Ему, наверное, и не стоило раньше шестого что-то делать. Потому что теперь на шестом не сыграть. У него скачка нет, или крита скачка нет. На боте у Веги откатываются оба своих заклинания призывателя на эскейп. Ну, вообще, там только одно. В смысле? Откатываются. Там все откатилось, кроме одного. Но у Эдварда и у Лекса у обоих есть флэши. То есть я про это больше говорил. А откатываются? Я думал, откатываются в данный момент. А, не-не-не-не-не. Я про то, что они уже откатились. И на шестом сыграть ликрид и сейчас будет не по кому. Ну, смурф пока, даже несмотря на давление, по крипам не проседает. Но здесь разыгровка где угодно может быть интересной. То есть и на миде заходы нужно мидером стоять настолько, насколько они могут себе позволить агрессивно. Но в то же время любое убийство может перевернуть центральную линию. На боте вообще там ультимейты. Есть у М19. Эдвард может играть. И на топе может быть дуэль, на которой также у смурфа скачок уже есть. Но наступает такая стадия уровней, где можно и через скачок даже убивать. Скира очень долго здесь простоял. И может быть даже на каких-то миньонов не успеет. Но по идее... Не, он успеет. И, по-моему, он не автоатакует. Просто баф. Но бывает. На топе Поппи чуть-чуть сейчас вышла на центр линии. Но опять-таки дальше будет только тяжелее. Там Фиора. Грейв сгуляет по реке. Сам по себе. Вообще, Ариана Дробовика прекрасно пока справляется с задачами. Даже было несколько опций убить Киру. Но из-за того, что Шарик не идеально двигает, и Кира очень много пытается как-то на линии, как любит говорить Юрий... Или это не стрейф, Юрий? Это стрейф или это не стрейф? Стрейфится. Эдварда видит стажер. Стажера Вега ожидает, как видно по позиции. Но не факт, что его видят, и точно не факт, что знают, что он там есть. А время-то теряется. А Занза-то тоже неподалеку. А Занза уже время не теряет. Играют на боте по Эдварду. Эдвард много урона получает. Все-таки забирают первую кровь. М19 слишком быстро здесь сыграли. Причем Ликрид сохранил свое абсолютное умение. Я думаю, что на это повелся немножко Эдвард. Потому что Ликрид был не в позиции, а вот Винсен дал свою ульту, и Эдвард не успел даже скачок использовать. На боте... На драконе Занза сейчас делает все сам. И это, возможно, убийство будет вообще не проблемой для Веги, потому что, обратим внимание, по золоту Вега впереди все еще, даже несмотря на первую кровь. И дракон также может быть уничтожен командой Вега. Так и происходит. Вот так. 1-0 счет. 200 золота преимущества для Веги, и все просто прекрасно на самом деле за первую 10 минутку. Ну а убийство М19 получили, кстати, не потратив ничего важного, кроме двух достаточно быстрых по откату ультов. Играет пока сильнее дробовик. Вот момент, смотри, какой. А на линейке Кира. А, ну тут Эдвард просто не ожидал, что Ликрид... Что не через Ликрид и будет розыгрыш, наверное. Да, Винсент дал свою стрелу, но это опять же ошибка Эдварда, потому что он не ожидал, но там же два героя, а не один. Занс заходит на мид, играет по Кире. Кира выфлэшивается. Хороший скачок дает Михаил. Ударные волны. И доджет. Достаточно очевидный был розыгрыш со стороны Веги, но по Эдварду играет Ликрид. Опять есть скачок Эдвард. Успеет ли его использовать Эдвард? Долго не жмет. Очень хладнокровно играет сейчас саппорт Веги. И в итоге спасается. У Лекса оставалась его ульта. И Цепь мог дать скачок и дать удар Ешку, но... У Лекса был хил. Решил этого не делать, да. Не, когда вообще у противника, когда есть хил, ты вообще никогда, мне кажется, за стрелка не должен такие вещи делать, потому что у тебя у самого не откатилась цепь порчи. Ликрид уже без ничего, ну, кроме заклинания призывателей. Это будет... Кира потихонечку начинает выправляться из своей ситуации. Он даже ганг доджит. Неудачная была последняя, кстати, игра у Киры в Лиге в нашей. Не смог он против Роксов показать Ариану нужного уровня. У Ариана должна быть очень высокого уровня. Не смог ее показать Кира. Последнюю Ариану, дробовика, на которую я смотрел на ИЕМе, тоже очень удачная. Кира играет, дробовик должен понимать ситуацию, использует свой скачок. Кстати, у него была... Ох, Эдвард играет сам с флеша. Кира пытаются забрать, использует зачищение дробовик. Стажер гонится за дробовиком, играет сам со скачка. Добивает, но прыгает. При этом бультуз Айры. Появляется Занзара. У стажера проблемы. Промахивается Занза своими зубами. Здесь был Ликрид и все-таки... Одна тычка была по Кире. Эдвард обязан был ее дать, но он не добил буквально чуть-чуть. А Жезловиков появляется у Киры тем временем. И... Интересная ситуация. Вообще, мне кажется, дробовик поспешился с скачком. У него было очищение, и... Он как-то... От урона, что ли, дал флеш. Мог бы поглубже затянуть М19. Тем более, учитывая то, что Эдвард подходил. Очень интересно было бы посмотреть... И Эдвард прекрасно разыграл. В втором моменте. У-у-у... Сама Вега сейчас хочет сделать здесь заготовочку свою. Из куста, потому что... Хотя опасно. На самом деле у Эдварда-то ульты нет. Да, и в итоге... Выходит здесь Вега. Из куста. Подвязывают. Будет Элекс ультить. Ультит. Но сразу же Ликрид дает свой ульт. У Лекса проблемы. Элекса взрывают. Винсент погибает от Эдварда. И... Война магов поддержки. Эдвард очень больно получает. Крабы кусают. Крабы кусают. Вот Эдвард разворачивается, дает рут и выживает таким образом. Еле-еле воспламенение добило, если не ошибаюсь, как раз Винсента, потому что взял килл все-таки Эдвард. Крабы неплохо били, а Винсент как грубо ошибся. Ну нельзя так ловить контроль. Это очень критически плохо. Ну вообще оба стрелка ошиблись, потому что Винсент поймал контроль. А Лекс поймал просто ульту Ликрид в начале своего... Своего времени пуль. Ну и вот тот самый момент. Эдвард здесь сыграл со скачка, подвязал двоих и... Кир, Кир, смотрите на то, какое здоровье у Киры. И Эдвард отменил автоатаку. Отменил автоатаку. Но он решил спасать своего мидера. Знаешь, ты хотел и то, и другое сделать, в итоге не получилось. И спасение, оно... Ну да, конечно же. Оно было как бы... Когда у тебя есть стопроцентное убийство, всегда нужно им воспользоваться. Там он просто отменил автоатаку. Это был фейл в микроигре. Винцент здесь сыграл после того, как поймал контроль уже неплохо, потому что он выфлэшнулся из-под ульты МФки. Даблап очень много снял здоровья. Как раз таки Винценту. У Ликриды есть скачок. Не Винценту, а М19 Винценту. Ну и на топе при этом, обрати внимание, Смурф вышел на 6 миньонов вперед. Вот так. Воспользовался хорошими уровнями Поппи. Нанхоли, правда, по опыту впереди. У него 11-ый у Смурфа. Вот только сейчас 11-ый появился. Выбирает Ликрица скачка. Сразу же ульта от Мисс Фортуны. Винцент просел сильный. Умирает просто от одной ульты МФки. Какая же тонкая игра на боте идет. Вот вас просто убивают за абсолютные умения разных чемпионов. Хладнокровненько сыграл Лекс. Встал. Ноги так, ноги, упор поставил на ширине плеч. Достал пистолету. Я не знаю. Просто ты говоришь так хладнокровно, знаешь. Я представляю просто вот, знаешь, ощущение Винцента в этот момент. У тебя противник. Ты разыгрываешь, зовешь лесника. Все дела. Занзара играет по стажеру. Из невидимости пытается добить. Стажера должен добивать. Стажер умирает. Будет ли Занза играть дальше по Лекриту? Здесь есть Лекс. У Лекса есть скачок. У Лекриты есть. Ничего. Подходит дробовик. Лекрит умирает. Занза зачем был флеш? Это была ошибка. Но забрал даблкил. И это главное. Тысяча преимуществ в пользу Вега-Сквадрон. Мне сразу, как только я вижу МФ, который ультит, вспоминается... Кира. Здесь опасное положение. Но у дробовика нет ульты. Вот если бы разобрали ситуацию Вега... Оп. Эдвард в ульту дает. Кира решил развернуться. У него есть скачок. Есть еще изнурение. Но... Кира. Кир. Ну такое. А Кира выйдет? Кира Ямаока разве что может выйти в такой ситуации. И это минус башни. Ну как же такие ошибки допускаются? Очень много ошибок в отыгрыше обеих команд мы видим. И Кира, конечно, разочаровывает в этой ситуации. Потому что он приносит противнику убийство первой башни. И 3000 золота преимущества появляется у Акул из Вега-Сквадрона. Акулы зубами вгрызлись, вцепились во врага, не желая отдавать победу. Вот здесь, если бы, допустим, Занзе позволил дробовику убить сам и сохранил бы свой скачок, или забрал бы со скачка сам, а у дробовика бы осталась бы ударная волна, тогда бы дробовик сам бы забрал. Кира сейчас разыграл, как я в Сулуранке часто. Когда, знаешь, команда нафидела, думаю, ладно, сейчас я разберусь. Не получилось. Бомбезные озвучки Юрия. И плюс 3000 в пользу Вега-Сквадрон. Стажер. Подфармливает Стажер. И верхняя линия никак пока не аффектилась в игре. Очень много фарма у игроков верхней линии, у обеих команд. А вопрос в том, что Смурф прекрасно знает, как реализовывать потенциал Поппи. Но Кира сейчас так сильно проседает на миде. В 1400 золуса. Виноват. Что поделать? Его и на линии дробовик переиграл, и ошибки продолжает Кира совершать. И сейчас может быть розыгрыш дракона, а у Киры нет двух заклинаний призывателя. Это была настолько ненужная смерть. Да. И настолько дорогая. Просто бывают смерти, когда ты просто умер, и все. А бывают смерти, когда ты умер, и это как бы стоит еще и еще всяких разных вещей. Сейчас с М19 опять начинают делать опасного очень дракона. Телепорт от Поппи сюда пошел. Будет ли делать этот телепорт Феора? Можно разменять дракона на башню. Занза не крадет. И его спасает Смурф. Представляете, как бы себя сейчас чувствовала команда М19, если бы Занза дракона все-таки украл. Это была бы самая ужасная вообще попытка сохранить дракона. Я знаю Диму Иванову с Мурфа. Эдвард пытается выйти, не получается. Крабы! При этом остается на очень низком показателе здоровья, но у Винсента было исцеление. Олекс исцеление не дал почему-то. Ошибка. Жадный. И у Эдварда появляется его КСС Нанхоли. Дуэль. Опа, Нанхоли-то встрял, а Смурф-то убивает Соло. Вот так вот. Это очень интересная смерть. Что-то непостижимое творится. Люди умирают на карте, умирают по разным причинам. Люди умирают. Это начало какого-то, значит, фильма. Есть неизменные вещи, знаешь, люди умирают, налоги, и Вегас Квадрон занимает второе место в гран-финале СНГ турниров. Ворсет. Синий баф делает Вега, не драконы. Я аж растерялся от этого автомобильного звука. У нас-то континентальная лига, а не Формула-1. Ликрит здесь. Есть скачок. У Лекса есть КСС. Ликриту будет жить сложнее. Три КСС есть у Веги. Две с половиной тысячи драконы. Это важная часть игры. А, вот что произошло. Нанхоли тут еще и драться начал, а не флешнуть. И вот тут мог флешнуться тоже. И... Ну да, чудо. Ты немножко не флешился. Растерялся, видимо. Стажер, попадется дои! Ульта Арианны, но в итоге там умирают Казикс. И дробовик здесь за Кирой погнался. Его не убил. И трансфернули Райзу Синеба в ценой смерти Казикса. Казикса, кстати, остался КСС неиспользованным. Эдвард получил стрелу неприятную очень. Там Райз ворвался со спины. По-моему, даже с ультимейт. С ульты со спины, да. Но и не ожидал этого Занзара. И, ну, даже не показали этот момент. Потому что никто этого не ожидал. Не только Занзар, но и все. Ф-19, конечно, от этого вперед не выходит. Потому что все еще есть Фиорос с почти 200 фарма. Падает бот башня. И почти по золоту выровнялись. Тысяча остается все равно. Эдвард много урона получает. А сколько КСС-ов-то у Веги сейчас? Три, три. А что делать, если 3-3? Доигрывать БВ-7? Тем временем Занза со Старором вот в этой ситуации дрался. Занза ситуацию, видимо, не очень хорошо прочитал. Ну, здесь в М-19 просто большее заклинание призывателя. И больше людей. И больше людей там было, в первую очередь. Больше людей. Не только больше мнений, но и больше убийств еще получают. Ну, понятно, что если больше людей, то и больше убийств. Да. А меньше людей, то не может быть убийств много. Как говорится, знаешь, чем меньше самоубийц, тем больше самоубийц и так далее. Ну, там, чем больше самоубийц, тем меньше самоубийц. Это, знаешь, парадокс есть. Но, в любом случае. Оп! Стажерчик отъезжает. От Мисс Фортуны. Интересно посмотреть, как. Я уверен, не обошлось без Эдварда. Который поймал, скорее всего, в контроль. Учитывая то, что Мисс Фортуна не дала ни одного заклинания призывателя. Телепорт от Нанхоли. У Смурфа есть ульта. Он ее раскручивает. Гонится дальше. Нанхоли включает свое абсолютное умение. У Ликрита есть все. Он тратит скачок. И Мисс Фортуна... Поздно дает слишком свой ультимейт. Ну, позиции не было. Здесь Лекс хотел, скорее... Если вдруг... Верничком выбить скачок из Ликрита, скажем так. При этом есть возможность пойти на Нашора, потому что стажер мертв. Аншор. И Вега идет туда. Вот так вот здесь подставился стажер. Да, ну давайте смотреть на Барона. А, ну здесь слишком много всего. Ударная волна все-таки пошла. Кира в этом момент дуэлица с дробашом. Барона Вега делать перестала. Щит совершенно несуразный. Что с Кирой? Ну, ошибочки идут. Его дробовик полностью переигрывает. И чем больше дробовик играет хорошо, тем хуже начинает играть Кира. Дробовик здорово играет. Дробовик играет надежно. В этом сезоне мы видим это из игры в игру. Кира играет какую-то игру очень здорово. И за счет этого его команда продолжает в игре оставаться. Какие-то игры у него не идут совершенно. Сейчас отставание по фарму у него на 40. Есть убийство, но опять-таки Арианна будет очень сильной дальше. И у Арианы все просто прекрасно. Оба стрелка отстают по фарму очень сильно от топового на карте. И топеры, и мидеры фармят лучше. Но экшена на боте было слишком много. И 4 смерти уже у бота Веги в сумме. Они выровнялись, конечно. Потом Вега опять пару мубов сделала. И снова свое законное золото забрала. Очень сложно будет что-то сделать с Фиорой. Потому что она хорошо провела первые 23 минуты даже. Ну, все продолжается идти для нее хорошо. Нет оснований полагать, что как-то ее из игры сейчас получится уже выключить. Она еще и что здесь получает очень далеко волну миньонов. И Т1 сейчас будет под угрозой. Смурф не в позиции. Кто-то идет страховать Т1 на боте. А Фиора на него просто сама не идет. Да, пока не нужно это делать. Потому что Поппи-то пушит верхнюю линию. А много из М19 игроков миссают. Поэтому сейчас Вега постранилась. Здесь Смурф хочет дуэль против дробовика навязать. Ну, вряд ли, скорее. У Ликрита подходил. Если бы вдруг дробовик забейтался. Очень интересно, у дробовика сейчас Эхо Людена. Собрано вторым предметом. Дробовик, кстати, в ужасной позиции. Там Дракон скоро, а дробовик не там. А он на топе. И Фиора без телепорта. Дракон, по-моему, морской. И Занзе начинает его делать. Это очень нелогично. Потому что его команда сюда не успевает сильнее, чем М19. И сейчас подходит сюда Кира. Кира помогает Занзе оформить морского дракона. Занзе говорит спасибо. Кира просто капельку подстакал. Там, по-моему, объятие Серафима все-таки есть. Поэтому такое оправдание не сработает. Кира капельку помог забрать дракона. Классика. Шуток прокаплю. На боте Фиора тем временем давит. Зрайс подходит. Использует шишку через стеночку. И у него есть изнурение. Дайвить его Фиора не сможет точно. Сопротивления магии у нее, кроме поступи Меркурия, никакой нет. И даже Кира может попробовать Фиору задуэлить, если Нанхолли сыграет неосторожно. Да, нет, вряд ли это получится. Особенно учитывая то, что Кира так много потерял ресурсов в течение игры. Конечно. И про то, что если Фиора пойдет неаккуратно дайвить, или подставится, или потеряет здоровье, то там можно и телепорт Поппи позвать, и всякие разные вещи придумать. Смуров тем временем делает ставку на откат перезарядки. Он покупает вперед горящий камень вместо того, чтобы купить капюшон или куски капюшона. Ну и, соответственно... Или кусочек за 1200. Ну вот, я про капюшон дайв говорил. А что такое кусочек за 1200? Это кусочек. Это мемка? Какой? За 1200. Я понял тебя. Какие-то очень сложные приколы. 7-7. Знаешь, что в такой ситуации можно было 15 попробовать доиграть. Но у нас счет такой на таймере убийств. И спокойненько игра себе продолжается. Очень осторожно, очень аккуратно. Это будет не Эль Классика, а и Страдатику. Будет 15 игр играть и в 19-й веке. Очень много было ошибок на линиях. А теперь все успокоились. Эль из Нуритику. Дробовик 270 имеет. Идет от М19 отыгрыш. А, обманули дробовика. Он здесь растерялся и погиб. Хотя мог бы скачком просто к Т1 уйти, по-моему. Нет? Если бы он пошел. Он не мог бы уйти, потому что находился Райс в позиции влета в свой ультимейт. И если Эль Крит понимал, что он пойдет закрывать. И если стажер понимал, что он сразу будет тэпаться за спину. То как раз таки Райс был тем персонажем, который выбирал позицию относительно поведения оппонента. Сейчас три человека на топе у команды М19. Варус дефит мид. И сейчас пытаются, что ли, перехватить кого-то в лесу вега. Но не получается у них в любом случае ничего сделать. Деф и топ они тоже не захотели. Просто отдали башню за смерть своего мидера. И М19 по золоту возвращается в эту игру. Ведут они уже теперь 300 золота. У них есть тархон один, но какой? В них огненный. А у веги морской. Коричневый. И он самый. Он самый. Какой у тебя любимый цвет, Юрий? Голубой. А цвет глаз? Светло-синий. О! Четвертый QSS появляет. Любимый цвет глаз или мой? Любимый цвет глаз. Голубой. Хорошо. Мне не нравится решение дробовика купить очищение в этой игре. Взять точнее очищение. Потому что против Мальзахара оно не поможет. Тебе придется покупать QSS. Но с другой стороны, у него теперь есть вообще все, что угодно. И почти всегда у него на откате есть какая-то возможность выйти. Правда, надо не запутаться и правильно решить, что ему использовать. В какой момент QSS или очищение. Чтобы не прожать QSS на клетку райза. Например, потом остаться без QSS против Мальзахара. Я думаю, что ситуация проста. Если в нее используют ультимейт или крит. Тогда QSS. Надо использовать QSS. Если нет, тогда очищение. Ну да, просто знаешь, если у тебя... Ну очищение, перезарядка имеет больше, благо, благо, да. Все понятно. Но столько информации в голове держать нельзя. Потому что дробяку, как Керри и как Ариане обязательно необходимо думать о том, в кого ультить. И как ставить свой шаг, как занимать позиции. Ситуации, в которых тебе нужно и очищение, и QSS, они очень редкие в игре. И, соответственно, забраться бывает чуть-чуть сложнее. Потому что здесь нужно не... Как бы, вроде как, плюс одна кнопка для проигрока. Это вообще не вопрос. Просто координация движений должна быть четкой. Фиора пушит дальше бот. Башня скоро туда добежит Поппи. Сможет ее поддефать. Но это не будет продолжаться бесконечно. И когда-нибудь Фиора эту башню должна будет забрать. Но вообще Поппи сейчас с такими предметами спокойно стоит против Фиора. У него очень много брони. А у Фиора еще пока не так много предметов. Где два предмета есть. И третий на подходе. Тем временем идет ульта Райза опять. И Занза пытаются поймать. Но в этот раз Лесник Веги выходит спокойно. Без скачков даже. А вот Винсенте скачок свой отдал. Пытался подвязать, да, Занзу? Видимо. И... Золото ровное стало, друзья. Идеально, идеально. Напряжение возрастает. Тридцатая минута подходит. Я начинаю трястись. Мурашки по коже. Волосы начинают вставать дыбом. Дыбом. И Вега занимает очень интересную позицию. М19 пытается обойти через свой лес. Стажер использует дымовую завесу и отходит. Не сбил сейчас Занза Ликриту пассивную способность. У дробовика 17 уровень, когда на карте минимальный 10. А у Ликрита вообще 11. Очень много опыта получил дробовик. У Ликрита 11, а у Гера 16. Они компенсируют. Занза появляется, играет по Винсенту. А Винсента без качка прекрасно разыграли. Вега прекрасно разыгрывает противника на знании и заклинании призывателя. Второй раз в игре уже. Первый раз стажера поймали, когда он скачок на синим байп потратил. Теперь вот поймали Варуса. Без ульты остался Эдвард. Но и стажер, и стажер тоже. Сейчас падает Т2 на миде. И на боте тоже сейчас Т1 упадет. По-моему, М19 что-то пытаются здесь разыграть. Сюда подходит сбоку Райс. Но, по-моему, выходит. Они не пытались изыграть. Там Смурф просто пошел на центральную линию. По той причине, что он не мог оставаться на нижней. Иначе М19 рисковали бы потерять Т2. А так они хотя бы потеряли Т1 на боте. Но не потеряли Т2 на миде. Слушайте, Т2 на миде они тоже потеряли. Вон оно. Т3. А, Т3 ты имеешь в виду. Ну, просто у Смурфа был телепорт. М19 пытаются сделать барона. Но как же Эдвард ситуацию-то понимает? Правда, спасти его это не может. Арианна сюда бежит. Сюда телепорт идет. Все зависит от дробовика. Евгений, давай. Евгений. Сможет ли он что-то сделать? И Ликрид сбоку зонит. У барона остается не очень много здоровья. Есть ли контроль какой-то? Шар пошел. Стяжка только по Смурфу. Ульта Мисс Фортуны. Занза не стилит. Но М19 позиция очень опасная сохраняется. Все неудачно получилось сделать у Веги. М19 гонится дальше. Ох, сколько урона дробовик наносит сейчас. И умирает Райс от Мисс Фортуны. Вот где кольцо Дорана помогло донести тот самый урон. Но там, по-моему, Кира все-таки в любом случае не должен был выйти из зоны. Но очень здесь неудачно для Веги получилось. Занза не застилил барона. Застилил бы сейчас Занза. Было бы все по-другому. Вега могла бы спокойно уже открывать стороны. Да уж. Но теперь М19 могут на самом деле игру захватить в свои руки. Взяв барона, они не обеспечили себе преимущество по золоту из-за смерти Киры. Однако, они смогли обеспечить себе буст, которым они сейчас будут пользоваться. И забирать те самые башенные сливки, Михаил, о которых ты так любишь говорить. Башенные сливки? Т1 до сих пор стоит на 33-й минуте. Это очень долго. А вышка падает быстро. Ее вега не будет. Интересно, как выглядят башенные сливки. Это как было такое оскорбление. Она называлась кран. А потом говорили, если слишком ты плохо играешь, то не просто кран, а башенный кран. Я, кстати, да, знаю. У меня почему-то в моей молодости киберспортивной, когда я только начинал комментировать... Еще башен написали транслитом. Мы называли кранами друг друга, да. И там про игроков, когда они играли неудачно, тоже говорили, что закранил, закрабил. Кран. Что было делать? Кран. Не знаю почему, кстати, действительно интересный феномен. Но у дробовика предметы потрясающие. Абсолютно, правда, пробивает он танков не очень хорошо. Нет пробивания сейчас у него. Зато пробивание есть у Винсента. И, наконец-то, он начинает делать хоть что-то. На боте Фиору Рай сейчас отгоняет. Ну, кстати, неплохо. И очень больно от Винсента. Получает дробовик. Еще одна такая стрела. И точно придется на базу идти. Кира подставляется. Кира! Очень сильно ошибся. Нанхоли захиливается. Проблемы будут у Ликрита. И Ликрит тоже должен здесь смерть отдавать. А это, друзья, разворот. Потому что размен 2 в 0 у Фиоры на боковой линии, которая может продолжать давить. Это шанс. На топе большой пак миньонов, которые сейчас должен кто-то отпушить. На боте идет Фиора. Грейвс должен идти на топ. И это может быть Т2 на боте. А может быть даже Т3 на миде попробует Вега сейчас сделать с этим. Но они группятся, на самом деле. Если Смурф сейчас допустит ошибку, скачка у него нет. Телепорта у него нет. Смурфу нельзя ошибаться. Ни в коем случае его подвязывает Зайра. Урона слишком мало. Заходит тратить время на попе Вега. Хотя сейчас нет. Смурф! Смурф опасно играл. Но контроль у Веги уже... Хотя дробовик мог бы на самом деле и ударный вал ударить. Там были на лоу хп были Вега. Поэтому не решились не давить дальше. Потому что там кто-нибудь доворвался бы. Стажер, пусть прокаста, кого угодно взять. Здесь все не получилось у Веги. Ульта Арианы в одного. И то в попе. Ульта МФки поспешил здесь Лекс. Мог бы чуть ближе подойти. Тогда бы он... Еще не засилили барона и нонхоли. Поэтому врываться не стал. Потому что Лекс поспешил. Ну, кстати, здесь дробовик такую стяжку дал, что если бы нонх... Ой, не стяжку, а просто... КВ обращение, да. Подфармливают М19. Будут ждать следующего барона. Потому что этого реализовать уже не удастся. Там проблема заключается в том, что скоро старший дракон. У Веги три стака. Из которых два горных. Два горных, да. То есть башня Фиора будет просто... Вскрывать. Слева горы, справа горы. А посередине морской. Смурф. В своем лесу гуляет, абсолютно урона не чувствуя. Наконец-то ему сбили пассивку. Ну, под пятью игроками он все-таки чувствует урон. И достаточно больно. Ну, вот так, да. Ну, под пятью игроками любой чемпион в игре чувствует урон. На боте Райз. Давит на топе. Два человека. Эдвард, кстати, очень много бегает по карте. Помогает команде. Его Зайра активно в действиях участвует. Дробовик хочет ли сыграть или хочет отпушить? Видимо, хочет отпушить. Нет, дробовик-то сыграть тоже хочет. Но он будет по лимитам смотреть сейчас. Он просто мог бы сверху зайти и попробовать задуэлить. Но решил, что не его драка. Сейчас у дробовика проблема в том, что совершенно нет пробивания магии. Не понимаю, почему он не собрал после бездны первее. Рободоном? Первее, чем, да. Чем Рободон. О-о-о! Совсем неудачно. Это шанс. И причем у Грейвса был и скачок, было и прыжок. И это максимум, что мог сделать вообще здесь дробовик. Это одного человека зацепить. И у Грейвса еще есть кекс-дрингер, который... Который очень решает, когда у тебя вообще нет пробивания магии никакого. Да. А у него только мастерки, я думаю. Ну да. Только руны, в смысле. Руны, руны. Ну, мастерки нет. Тоже нет. Флотовое пробивание, только нет у нас остального. Кира хочет пробивку сыграть очищение. И неплохо пробивает очищение. Тем временем Занзе и Эдвард сбоку. У Ариана, кстати, откат перезарядки сейчас есть, поэтому откатывается очень быстро ульта. На 16-м-то уровне. А, нет, еще ботинки есть на пробивание. Да. Это у Лекса ионические. Ионические. В любом случае, если бы были ботинки на пробивание брони, я думаю, это вообще были бы слишком нелегальные ботинки. Но ботинки на пробивание магического сопротивления стоят 800. Это дорого. Если бы были, я думаю, ботинки, знаешь, на пробивание физическое. Да, 10 леталити дать, например, Зеду. Он бы покупал это Рашем просто. Или Талону какому-нибудь, представляешь? Бегаешь по карте быстрее, да еще и у тебя есть пробивание брони. Слишком больно, слишком жестко. Тем временем Дракон. Слишком жестко и слишком мягко. Почти 13 тысяч здоровья у Дракона. Готовится в ЕГО его контесте. Чистит варды, которые поставили их оппоненты. Ликрит раздает косты. Ох, сейчас будет заруба жара, друзья, потому что за этого Дракона будут драться команды не на жизнь, а на смерть. Или не будут. Это вопрос, потому что на самом деле позиция у обеих команд не идеальная сейчас. С одной стороны, Вега имеет композицию, которая в Драке урона может нанести больше, потому что Арианна, Мисс Фортуна, Зайра очень много АУЕ урона, который с доджить очень сложно. С другой стороны, у М19 есть и Краб на Старшем Драконе, и позиция неплохая. Вот правда сейчас Мисс Фортуна продавливает мид, и делает это достаточно опасно, потому что у Райза вообще-то и ульта есть, но Кира пошел на бот. Кире надо быть очень аккуратным, потому что туда уже идет команда. Он с ульты, похоже, будет выходить, сейчас пора костовать. А вот, может быть, и не уйдет он. Пора костовать, ну и... И ушел. Но Вега хочет закрыть, здесь ли Крид. Подставится или нет, но Эдвард поспешил немножко. Подставляется, и два скачка прожимают. А нет, всего один. Один прожимают, но и при этом еще и синий баф не забирает сейчас Лекс. Как-то Вега здесь многовато потратили за один скачок Мальзахара, хотя это и неплохо. Хотя что они потратили? Две ульты? Ну, эти ульты могут пригодиться. Эти ульты можно подождать 30 секунд. Да, вот. Если драка будет в ближайшие 30 секунд, это опасно. А М19 понимает, что у противника боевая мощь на время упала. Вообще да, это серьезно. Ульта Лекс, ульта Эдварда. За эротакт она не очень полезная без ульты. Ну, она неприятная, но намного менее неприятная. Ну, она, да, она не Мальзахар без ульты, конечно. Такс. Йому включил. Дракона начинает делать М19, но это очень такой мягкий дракон. Мягкий. Хотя, хотя, хотя... Но непонятно, в общем, делают или нет. Вега в любом случае барона сейчас сделает точное. Эдвард пытался как-то подзонить. Получится ли украсть? Скорее нет, чем да. Вега считает, что разменивать барона на такого дракона – это выгодно. Когда у М19 только один огненный. Но это вопрос. Я не уверен, что М19 принимает правильное решение. Но тут, на самом деле, смотри. Если вдруг сейчас Вега попробует по какой-то линии пойти, чтобы запушивать. Нет, Вега не будет следующие две минуты делать ничего. Когда пройдет две с половиной от того, как они забрали Элдора, они тут же в следующие полторы, которые у них остались, там минута полторы будут делать свой мув. Там, кстати, еще очень интересный факт. Вот по сравнению с драконом старшим и по сравнению с бароном. Если вдруг у вас есть усиление по продолжительности бафов, то когда у вас есть старший дракон, то вы один остаетесь с этим старшим драконом. А когда у вас есть усиление барона, длань барона, ну как бы миньоны все равно остаются от пяти человек или с один человек будет с этим усилением. Это не имеет значения, потому что миньоны все равно будут бароновые. То есть усилены. Мне кажется, что усиление бафов не усиливает баф баронов. Усиливает. Продолжительность увеличивается. И драконов, и баронов. Старших драконов. Ну, да, старших драконов, конечно же. Элементальные драконы вечно дают баф. На боте Фиора продолжает давить. 370. Собрал нам дробовик у нас. Посох бездны. Эдвард подставляется. Кира пытается его добурстить. Тратит свой скачок. Изнурение не дал, поэтому не смог Зайру догнать. Винцент стрелой не добил. Вот сейчас есть уже пробивание брони у дробовика. А еще шляпы пока у Киры нет. Зато есть песочные часы Жони. М19 нужно навязывать драку, потому что у них есть старшие драконы. С ним они суперсильны. Они как-то так мягонько навязывают драку опять. И Кира потратил свой скачок. Скачок Киры намного важнее, на самом деле, чем скачок Эдварда. Потому что Зайра стоит сзади и прокасывая дает. Не, ну в принципе там пошел и QSS, и Искупление, и Локи. Там много было кулдаунов. Ну они все успеют откатиться до того момента, пока Веге можно было что-то начать делать. А, вот кто знает. Кира. Кто знает друзья, никто не знает. Окей. Сколько загадочности было в этих словах. Фиора, посмотри, сколько у нее предметов. И так мало ее на карте. Так мало от нее давления сейчас выходит. Старший дракон заканчивается. Барон еще есть. Почти, ну даже больше четверти, на самом деле. Одна треть есть. Да. Одна треть больше, одной четвертой. Я, конечно, не дробовик, но тоже в дробях что-то понимаю. А тем временем, Зайра продолжает прогуливаться со своим сплитпушером-топером. На миде давят двое. Занза вообще пошел фармить волков. Как же медленно длится эта игра. Как боятся обе команды играть решительно и смело. Вообще, Вега сейчас так подходит. И Эдвард появляется. Кира использует Джоню и знает об этой особенности. Мидер команды М19 очень красиво воспользовался сейчас игровыми знаниями Кира. Хотя и потратил и свой кулдаун, и свою ульту. И свой кулдаун. Два кулдауна потратил. Дробовик фармит волков, не прощает их. Вот то браконьер-то истинный. Дробовик и волки. Смотри, Фиора на крагов идет и на красное, может быть, усиление тоже? Как бы сказал один мой знакомый, кто расстроил паука? Когда Элиза на АФК фарм в лес уходит? Да, на 50-й минуте. Со счетом 45-10. Это когда Роксы проиграли свою игру в первом сезоне Starlighter? Нет, это когда в соло-ранк ты играешь на голде. Окей, помнишь, была игра, где Димашке был на Элизе, они выигрывали, а потом они проиграли? Звучит как... Достаточно много игр. Их проигрывали. В первом сезоне Starlighter была игра, я не помню, по-моему, против команды Таурена. Они назывались тогда International Five. Где игра контролировалась, потом они решили сделать Барона, а за этого Барона они решили отдать игру. Потому что долго не могли закончить, нерешительно играли очень. Ворсут. Ворсут, друзья, Ворсут. Стоит того, стоило. 11-10 счет стал за последние 25 минут. Было сделано в сумме 5 убийств. Отставание 4 тысячи у М19, однако оно мало что значит, но за последние... Так, по Эдварду можно сыграть, Эдвард. Проблемки в QSS и даются, но Эдвард погибает. Занза под изнурением. Скачок дает Занзара, искупление подъезжает и продолжает жить. Жук выпрыгивает за стенку Фиора и Ариана. Давят боковые линии, М19 упускают, возможно, момент решающий в игре. Райс гонится дальше за Казиксом. Казикс выпускает свои спайки. Ну и вообще давление на сайд-линиях, оно мало к чему привело, потому что те 2-3 крипа, которые убьются об вышке, мало что... Вот там Ариана на самом деле... О, сколько урона у Нанхоли по смурфу! А у смурфа ангел-хранитель! О, Нанхоли! Нанхоли, прошу прощения, по смурфу пытается доиграть, добивает его. Теперь проблема у Винцента. Нанхоли играет до последнего. Пытается разменяться. Винцента почти добивает. Красное усиление. Винцент выживает. Но тут Лекс. Ульту нужно давать. Лега, а Фиора только сейчас погибает после ангела-хранителя. А вот тебе и 3 крипа, которые разбились. Аптоп играет стажер со скачка. С дробовик тоже свой скачок дает. Ну, есть Малмортиус, который спасет. А вот есть Кира, у которого ультимейт будет скоро. Скоро, но Лекс выходит. Неудачный скачок. Ликрит гонится дальше за дробовиком. Сколько у нас... Как у нас темп игры вырос? Занзара давит бот Т3. Вега разводит М19 по макро. Все перевернулось с прошлого года. Кира гонится дальше за Занзарой. Тем временем Ликрит умирает. Вега идет, похоже, к тому, чтобы захватить решающие преимущества в этой игре. Занза запушивает бот. На миде Т3 остается на среднем здоровье. На боте Т3 просевшая сильно. На топе падает ингибитор. Все-таки добивает. Вот дробовик. 45 минут в игре, и Вега наконец-то получает нужное ей преимущество. Ура! Наконец-то это произошло. Вега получила преимущество в ингибитор. Несмотря на Зерот Портал, как просил там Смурф-то так. Я вообще чуть не обалдел. Фиора шестислотовая. Он просто дал ему удар-хит, и это был удар-кушка, и там просто был 40%. Смурф не купил ангел-хранитель. Это стоило ему сейчас жизни, потому что Фиора была с ГАА. Была она или нет, это неважно. Он вообще никак бы ее не знал. Это тоже правда, да. Даже в самой величайшей теории. Ну и там здорово подошел Лекс, добил Винцента, хотя мог Нанхоли забрать двоих. Ну и вот такая Фиора, конечно, когда вы затягиваете игру. Кому как не М19 знать, что если вот в Вейпоппе счет такой же, как у Фиоры, или чуть хуже, а в игре 46-ая минута, все, у тебя беда, у тебя проблема. Ну, Портал Зерота или Ангел-хранитель, Юрий, вот какой бы выбор ты сделал? Мне кажется, Ангел-хранитель, очевидно, здесь нужнее был бы для Смурфа. Он решил поставить Зерот. Мы не можем знать, что было бы, если бы не было Зерота с другой стороны. Поэтому... Ну, не было бы вот этих вот маленьких крипчиков, которые сейчас в Вега забирают за одну... Ну, они М19 увидели, как здорово пытались Роксы числом задавить. Решили, что надо у своих... По команде, которая тебя победила, возьми лучшее у противника, который тебе, как ты говорил... Силен не тот, кто бьет, а тот, кто принимает удар и учится у противника. Выдержит удар. Тем временем Занза очень много урона от Мальзахара получает, но зачищает. В итоге обзор команды М19 в логове барона. А, там Лас-Виспер. Вот в чем дело. Любопытно. Что? Это не... Это... Я думаю, он собран не для того, чтобы пробивать броню. Он собран для того, чтобы все-таки резать Фиори от хил. Чтобы хоть как-то эту дуэль можно было выигрывать. Не успевает. М19 слишком. Ну, видимо, что он не очень это помогает. И Торнмейл, наверное, был бы лучше. Ну, много чего могло быть. Я бы сказал, что Ангел-Хранитель и Кольчатый доспех были бы оба вместе лучше, чем, например, Портал Зероты и, конечно же, Глашата и Смерти. Тогда у тебя 240 брони. Это не то же самое, что когда у тебя 350 брони. Причем это броня... Нет у тебя ни Омина. У тебя нет брони Мертвеца. Тут М19 хотят инициацию сделать. Отправляют Смурфа сюда. По Эдварду Смурф играет. Эдвард сразу прожимает свой QSS. Фиора забирает на боте Т3. Фиора идет дальше. Сажор пытается дуэль против Нанхоли провести. Нанхоли неудачно пока что играет. И из-за этого может умереть. Но забирает Грейвса в последнюю секунду. Как же сильна Фиора на этом этапе игры. У М19 база разрушается со всех сторон. У Фиоры есть телепорт. Надо его срочно давать обратно. Она дает, но почему-то не на миньонов на базе М19. А почему-то по волне она хочет его дать. Видимо, чтобы побыстрее подогнать барон миньонов. Кира еле живой. Кира Жоню использует. Кира погибает скорее всего. Минус Кира. Вегас Квадрон собираются оформить. Сейчас 4-1 в сезоне. Себе. И сравняться с командой Virtus.pro. А М19 впервые после второй или третьей недели. Оказывается, с винрейтом ниже 50%. Вегас Квадрон обыгрывает М19 уверенно и спокойно и захватывает то самое нужное преимущество. Как же Нон Холли отыгрывал. Так мне много людей про него говорило, что да Свенни получше, да Докси получше, да тот получше, все получше. Но в итоге, друзья, как же Нон Холли тащил сейчас? Как же Нон Холли сплитпушил раздельно? Раздельно давил? Ты знаешь, я вот тут, Юрий, позволю с собой не согласиться чуть-чуть, потому что шестислотовая Фиора всегда выглядит так. Она всегда дуэли троих, ну то как бы... Ну как он разыграл в конце, когда он задуэлил двоих, один и вышел, это было прекрасно. Это было очень красиво, безусловно. Это было прекрасно и дело не только в Фиоре, но и в Нон Холли, как игроки, я считаю так. И дело и в М19, которые продолжают показывать неуверенную игру. Разные игроки на разных позициях допускают разного рода ошибки. Если какие-то можно списать на командную синергию... Но эта игра у Киры была совершенно неудачной в том числе. И у Киры, и у Винсента. У Винсента которая игра, а у Киры... Даже не первая, не которая, но не первая. Что-то идет не так. М19 пытались играть в постоянную агрессию на боте. Вега эту агрессию выдержали очень хорошо. И затянув игру в мид-гейм, в лейт-гейм, они дошли до того этапа, где Фиора стала просто рейд-боссом. И в итоге игру Вега-Сквадрон взяли. Отличный отыгрыш от Акул. Отличная победа. 4-1 Вега. 2-3 М19. А ведь завтра им предстоит игра против Виртус Про, которые сегодня просто уничтожили Натус Винсера. И это будет трудно, если М19 пойдут с 2-4 после третьей недели. Это будет просто нонсенс. Это будет нонсенс, это надо будет с четвертого места пытаться пытаться в плей-оффы выйти. Ну, потому что если будет две команды... Есть Na'Vi, есть Виртус Про, есть Вега. Не, но Na'Vi, допустим, тоже по счету идут неудачно. Вот просто если Виртус Про и Вега оформляют 2-0 на неделю. У них 5-1, у М19 2-4. Немного речь здесь идет не о счете, а о уровне команды. Тоже правда. Как играет Вега, как играет Виртус Про. Не, ну, допустим, знаешь, уровень это такая вещь, которая меняется, да, от недели к неделе. Результат, безусловно, тоже. Но просто уровень может, допустим, М19 сейчас интенсивно там сыграют неделю, съездят на EM. Допустим, там сыграют круто. У них будет много времени сейчас, чтобы наиграться на буткемпах и так далее и прийти в отличную форму. Но от этого первые игры-то отыграны не будут лучше. И от этого счет, допустим, потенциальный 2-4, который видится вполне реальным с учетом того, как сегодня играли ВП и как сегодня играли М19, потом будет очень сложно. Друзья, это не конец на сегодня. Нас ожидает еще четвертая игра. Никуда не уходите. Ну, а мы передаем слово в нашу студию аналитики, чтобы разобраться в том, как же прошло это Эль Классико. Спасибо большое, ЛСОР. И получилась, правда, очень кровавая и жестокая заруба за право называться самой потрясающей командой этого, по крайней мере, матча. И впервые в регулярке Вега обыгрывает М19. И проблемы последних продолжаются, закрепляются и ничего у них толком не решается. Зак, какая наиболее яркая из всех особенностей этого матча тебе запомнилась? Ну, я бы сказал, что Фиора, это во-первых, несмотря на то, что ранняя стадия у него была никакая, по сути, она в игре вообще не участвовала. Но это Фиора, она должна свои слоты выфармливать. Потом один раз Эдвард пришел на помощь к ней на нижней линии, где они как раз-таки Райза убили и также убили Мальзахара. И два килла Фиора получила, и на этом она стала настолько сильно разгоняться. Поппи уже не может ее никак останавливать, и Фиора просто спокойно с урезом хила. Также надо отметить то, что Дробовик просто идеально лейн-стадию стоял и против Киры там 20 крипов выиграл. Там были даже моменты, когда он убить один на один мог, а такого, ну, по-моему, я последний раз такое помню. Это на ЛС Лопенкапе, когда он стоял на Синдре против как раз-таки Киры на Аниве, и он там тоже очень сильно доминировал. Но это было там минут 15, потом пошло уже не так. Что насчет нижней линии? Потому что там сперва Элегс начал с кольца. У тебя есть какое-то объяснение этому варианту вообще Бульба? Почему так вообще имеет смысл начинать с такого странного варианта? А, если честно, это я впервые увидел, но самое объективное, наверное, объяснение этого, то, что ты максишь Ешку как раз-таки на Мисс Фортуну, и для максимизации урона с нее же ты берешь как раз-таки кольцо, и в ранней саде игры она намного... Регенерируешь ману еще? Ну, да, еще плюс-то дополнительно ману-реген, и это, в принципе, очень хорошо на АМФ в ранней игре садится, потому что ты особо с автоатак не бьешь, максимум дашь одну автоатаку, чтобы сбить пассивку, а основной урон ты все-таки наносишь с Ешкой. Ситуация с гампланком иногда тоже на него берут кольцо для этих же целей. Касаемо вообще игры, по факту драфт был приятный очень. Нет, драфты были хороши. Вот, но в чем и где начались у них проблемы в этой игре? Или они были по ходу всей игры, как в Верли, так и в МИ, так и в Эдгейме? Проблемы, на самом деле, начинались с того момента, когда Поппи не реализовывалась никак. Но, по сути, ты стоишь против Керри, который может быть 0-0-0, но со временем он станет сильнее тебя. И еще самое главное, Поппи ее один на один убила. Ну, там просто потому, что Фиора забрала вышку, еще пожадничала забрать еще один вейв, и ее за это наказали, но это не особо важно. Поппи от этого монстром не стала, и по карте она бегать уничтождая так же не стала. Но здесь проблема вообще глобальна, на самом деле, потому что Вега всю игру в макро-передвижениях, в принятии решениях просто переигрывали М19. И не сказать, что у них макро было прямо вот на суперском уровне, то есть до этого они играли более продуманно, более четко в плане ротации, в плане объекта. В этой игре были ошибки, были видны эти ошибки, и частенько их на этом ловили. То есть где-то подставился Эдвард, там залетели его, взяли... Но в это время Фиора спушила вышку. А Поппи просто, не знаю, они могли столько раз запорсить драков, которые просто раз телепортируют Поппи, допустим, в бэклайн, и уже там разбираются, скажем так, коллапсятся с двух сторон. Но почему-то они этого не делали. Но ведь раньше, в прошлом году, именно Аннекс наказывали такие вещи, именно они их читали и понимали лучше всех в регионе. У них изменился тренер и изменился стрелок. Как команда, получив опыт на чемпионате мира, начинает играть в макро хуже, чем до этого весь год? Зак, как это можно вообще объяснить? Что они понимали, то, что они понимали до этого, ты не можешь это забыть и выкинуть из головы. Ты должен это помнить и применять. В чем проблема? Единственное объяснение, которое можно сказать, то, что у М19 было слишком мало времени для тренировок. Они сами это говорили, то, что они там и визы делали, и, по сути, как я поговорил немножко с Борисом в перерыве, это их тренер, то, что они на этой неделе хотя бы поиграли с Кремы. То есть в предыдущей неделе, возможно, у них просто не было времени. Из-за турнира ЕМ в Катаре, я так понимаю. Да. Ну, друзья, по крайней мере, команда М19 получает все еще новую информацию о том, что им нужно исправлять, потому что пока Вегас Кладрон сильнее по всем аспектам, по всем фронтам. И борьба была, но этого не хватило, чтобы как-либо ситуацию уравнять. Поэтому три матча позади, у нас еще один есть очень и очень интересный. Команда Just Alpha и команда Vaivictis. Короткая пауза, и мы вернемся. Не уходите. Субтитры сделал DimaTorzok